МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему в больницах нет врачей, когда исчезнут очереди за талонами? Будут ли отремонтированы поликлиники? Все эти вопросы сегодня тагильчане задали лично министру здравоохранения Свердловской области Игорю Трофимову. Руководители управляющих компаний отчитались о принятых мерах по восстановлению крови или многоквартирных домов, поврежденных шквалистым ветром. Когда работы полностью завершатся? Ярмарка вакансии прошла сегодня в Центре занятости населения. Предложение о трудоустройстве представили 10 предприятий и организаций. Какие специалисты сейчас наиболее востребованы? Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги я, Марина Хрусталева, готовы рассказать о главных событиях среды. Полмиллиона рублей отобрали накануне неизвестные у почтальона, разносившего пенсию в Нижнем Тагиле. Ограбление произошло вечером на улице Верхняя Черепанова. Пенсионеры денег так не дождались. Ждали уже в час, я пошла узнавать. Вот и такое, где-то в 10 часов случилось это. Я заполучил пенсию. Я раньше получаю. Обстоятельства произошедшего пока не разглашаются в интересах следствия. Дело взято под личный контроль начальника межмуниципального управления МВД России Нижне-Тагильская, полковника полиции Ибрагима Абдул-Кадырова. В дорожной аварии пострадала женщина-пассажир 95-го года рождения. С травмами она госпитализирована в травматологическое отделение Демидовской больницы. ДТП произошло сегодня в половине пятого вечера на южном подъезде к городу. Водитель автомобиля «Лада Калина» на перекрестке нервнозначных дорог, выезжая из автосалона при совершении поворота налево, не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2115, после чего ВАЗ допустил столкновение со следующим во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2113, в котором и пострадала пассажирка. Почему в больницах нет врачей, когда исчезнут очереди за талонами? Будут ли отремонтированы поликлиники? Все эти вопросы сегодня тагильчане задали лично министру здравоохранения Свердловской области Игорю Трофимову. Региональный чиновник сегодня провел совещание и прием граждан, на которых присутствовала наша съемочная группа. К детскому врачу не попасть. Президент Нижнетагильского родительского комитета Анна Межова, выступая на совещании с участием главы регионального Минздрава, подняла одну из наиболее острых проблем здравоохранения – дефицит узких специалистов. Причин кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения несколько. Средний возраст врача приближается к пожилому, мало молодых кадров приходит и остается в медицине, растущая нагрузка на персонал. Кто-то также называет еще и непрофессионализм администраторов медучреждений. Игорь Трофимов заявил, сам готов привезти молодых врачей в больницы и поликлиники Нижнего Тагила. В этом году около 400 специалистов выпустит Уральский медицинский университет. В пятницу они будут в области молодежи выпускаться. И оказалось, что у нас за последние пять лет ни разу представители министерства не были в медицинской академии и не работали с нашими выпускниками. Я обещаю, что я обязательно приду на этот выпуск. Один из первых предметов, куда я буду приглашать наших докторов – это Нижний Тагил. Но одного приглашения мало, добавляют главврачи больниц города. Молодым медикам стараются создать максимально комфортные условия для работы. Но отток остается на прежнем уровне. Обеспеченность населения медицинскими кадрами за последнее время практически не изменилась. С докторами, которые приезжают из различных регионов и городов других Свердловской области, она, конечно, решается. Но результат – половина из этих докторов все равно подъедают в город Нижний Тагил. Поэтому нужно исходить из того, что нужно готовить кадры, которые здесь родились, здесь выросли и здесь продолжат свою деятельность профессионально. Чтобы увеличить число специалистов в медучреждениях, расширена будет и практика целевого набора, заявил Игорь Трофимов. Помимо дефицита кадров, для Нижнего Тагила актуальна проблема состояния зданий, больниц и поликлиник. Обрушившаяся на город стихия повредила кровлю нескольких социально важных объектов. Министр пообещал, деньги на их восстановление уже заложены регионом. Всего же будет выделено несколько миллионов рублей. Эти средства направят и сюда, в Демидовскую городскую больницу. Также ожидается финансирование и на ремонт аппарата МРТ. Ураган повредил заземление. Магнитно-резонансная диагностика внутренних органов здесь не проводится. Ураган вскрыл еще одну проблему, связанную с медучреждениями. Они энергетически не автономны. Когда в городе пропал свет, погасли приборы и в больницах. Хотя, согласно действующему законодательству, каждое медицинское учреждение должно иметь резервные источники питания. На 100% это выполнить не удастся, заявил министр Игорь Трофимов. На сегодняшний день я могу сказать, что 50% медицинских учреждений в Сыжевской области имеют резервные источники питания. Но для того, чтобы решить эту проблему на 100%, на сегодня, по нашим подсчетам, необходима круглая сумма в размере примерно 230 миллионов рублей. Но это достаточно большая сумма, большой объем. Конечно, мы будем решать эту проблему, но в течение ближайшего времени, конечно, ее не решим. Но проблемой мы заниматься будем, резюмировал Игорь Трофимов. Завершился визит министра личным приемом граждан. Несколько десятков тагильчан обратились к региональному чиновнику как с частными проблемами, например, как попасть на прием к конкретному специалисту, так и с нареканиями ко всей системе здравоохранения. Сам Игорь Трофимов признался, мы сейчас потеряли медицину советского уровня. Дарья Лапина, Антон Исаев, Павел Охотников, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Руководители управляющих компаний отчитались о принятых мерах по восстановлению крови для многоквартирных домов и наметили сроки окончания ремонтных работ. Как было отмечено на совещании в городской администрации, и на сегодняшний день отремонтировано 70% поврежденной шквалистым ветром кровли. На сегодняшний день у нас именно ущерб, связанный с повреждением крови, ну, скажем так, приблизительно оценен порядка 51 миллион рублей. Это где-то 350 домов. Вот примерная сумма ущерба. Это касаемо общего имущества собственника. Работа продолжается примерно по 100 адресам. Сильнее всего пострадал старый жилой фонд новогонки Тагилстроя Красном Камне Сухолужском. В понедельник в единую дежурную диспетчерскую службу поступило 40 сообщений о протечках, вызванных ливнями, в результате которых за сутки в городе выпала месячная норма осадков. Часть из них уже устранена. Оставшиеся кровли обещают отремонтировать до конца июня, проинформировал начальник управления жилищного и коммунального хозяйства. Капитальный ремонт улицы Космонавтов в самом разгаре. Подрядчики перешли к следующему этапу обновления дороги. Еще больший участок станет недоступен для проезда транспорта. Новые изменения маршрутной сети Нижнего Тагила и сроки проведения работ выяснял Сергей Трупанов. Движение на Красном Камне затруднительно уже сейчас. Вставшая на ремонт центральная улица района привела к появлению заторов на объездных путях в час пик, сбоями в расписании автобусов и маршрутных такси. Тагильчане хоть и сетуют на неудобства, но соглашаются с тем, что капитальный ремонт улицы Космонавтов необходим. Конечно, дорогу надо ремонтировать, потому что дороги у нас некудышные в городе. Обязательно надо. Но лето для этого и дается. Так что я думаю, что мы, жители, должны потерпеть. 7 июня дорожными службами Нижнего Тагила было частично закрыто движение по улице Космонавтов. Сегодня стало известно о временном запрете проезда по улице Победы от Пархоменко и до моста, а также по улице Космонавтов от моста до улицы Фрунзе. Официально продолжается первый этап капитального ремонта. В настоящее время, с учетом просьб, что мы выявляем там ряд особенностей в строении полотна, нам нужно менять и водоводы, менять ливневку, менять канализацию. Значит, было принято решение о закрытии дополнительного участка. Уже сейчас подрядчики занимаются монтажом ливневой канализации. Будут заменены и другие инженерные сети. Помимо этого обустроят парковочные карманы, уложат плитку на тротуарах, подлатают ограждения моста. Руководители торговых точек, кафе и других организаций, которые расположены на Космонавтов, получили указание привести в порядок входные грубы, фасады и выездки. Завершением капитального ремонта станет новая проезжая часть. По расчетам специалистов на все это понадобится пара месяцев. На этот период схемы движения изменятся для многих маршруток и автобусов. Со среды рейсы до ГГМ будут курсировать в объезд по улицам Пархоменко, Жуковского, Ермака, Красноармейская, Черных, Кирова. Другие рейсы в направлении центра города поедут через Ермака, Краснознаменная, Фрунзе. По новым маршрутам появятся временные остановки на Красноармейской и Фрунзе. Напомним, дорожные работы проводятся компанией «Уралстроймонтаж», которая выиграла конкурс муниципального подряда на сумму около 800 миллионов рублей. Весь комплексный ремонт разбит на четыре этапа и включает в себя обновление нескольких дорог на Красном Камне и ВМЗ. Сергей Трупанов, Любовь Шевченко, Елена Самойлова. Новости Тагил ТВ. К другим темам 1 июля вступают в силу изменения в федеральные законы применения контрольно-кассовой техники. Они коснутся организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих общий режим и упрощенную систему налогообложения. О сути нововведений следующий материал. С 1 июля контрольно-кассовой техники – новые требования. Закон об этом был принят год назад. Применять следует только так называемые онлайн-кассы. Техника должна быть оснащена уже фискальным накопителем и связана через интернет с оператором фискальных данных. Это позволяет сделать каждый чек прозрачным, то есть он попадает в оператору фискальных данных, от оператора фискальных данных в налогоинспекцию. Фискальный накопитель – основной элемент онлайн-кассы. Он не только хранит, но и передает собранную информацию о продажах. Удовлетворить огромную потребность в модулях, возникшую в связи с изменением законодательства, производителям удается не без труда. Поэтому право оказались те, кто позаботился о новом оборудовании заранее. У нас изначально был разговор, что при открытии сети пекарен мы будем устанавливать сразу кассы онлайн, потому что с 1 июля они входят просто в действие. Вот и все. Чтобы не покупать одни, потом другие, потом перерегистрировать, цена вопроса будет дороже. В налоговой инспекции указывают на плюсы. Регистрировать новую контрольно-кассовую технику проще. Предприниматели освобождаются от лишней отчетности. Чеки будут храниться в электронном виде. Самое главное – поступление налогов увеличится. На сегодняшний день зарегистрировано налогоплательщиками 1797 касс в соответствии с требованиями нового законодательства. К 1 июля мы ожидаем порядка 2000 касс, которые также должны быть зарегистрированы в соответствии с требованиями нового законодательства. С 1 июля 2018 года кассы должны будут применять и те, кто сейчас делать этого не обязан. Плательщики единого налога на вмененный доход и патента, а также занятые в сфере услуг. Алексей Алексеев, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Ремонтные работы в РЭУ ГИБДД закончены. Прием граждан отделения будет осуществлять с завтрашнего дня согласно графику работы, сообщают в ГАИ. Расписание трамваев по 12 маршруту сегодняшнего дня новое. Связаны изменения с увеличением количества составов. Вместо пяти поездов будет работать восемь. Появился и новый маршрут номер девять. Он проходит через Тагил-Строй, проспект Ленина, улицу Островского и ВМЗ. В этой связи закрывается второй маршрут трамваи, по которому ходили только до Островского, сообщают на предприятии Тагильский трамвай. Практически 900 человек подверглись нападению клещей с начала сезона. Это данные Роспотребнадзора. Тем не менее, цифра в разы меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но все же бдительность терять не надо. По оценке специалистов, каждый второй клещ, который попал в лабораторию на исследование, заражен лаймборолиозом. Берегите себя. Репортаж Натальи Филимоновой. Клещи пока не активны, говорят специалисты. Но все же с начала сезона, с ранней весны, по городу Нижнему Тагилу покусано порядка 885 человек. Цифра впечатляет, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не критично. Это связано, утверждают в Роспотребнадзоре с прохладной погодой. Вообще, активность клещей в этом сезоне значительно ниже, чем в прошлом году и в сравнении со среднем многолетним уровнем. В основном, это у нас покусано как есть взрослое, так и детское население. Кусают клещи в основном в садах, говорит Татьяна Ирохина. На территории же города, всех парках, местах массового пребывания людей, в том числе и на кладбищах, проведена акарицидная обработка. Акарицидные обработки проведены в полном объеме. Что обращает на себя внимание, что люди, даже если снимают клещи, не всегда обращаются в лечебно-профилактическое учреждение и не всегда сдают клещей на анализ. Это абсолютно неверно, отмечает Ирохина. По статистике, за прошлую неделю из 47 клещей, которые сданы на анализ, каждый второй заражен лаймбарлиозом. Если вы все же обнаружили на себе клеща, отнесите его сразу же в лабораторию на анализ. И помните, лето, по прогнозам синоптиков, все же придет на Урал, а это значит, погода будет благоприятна для жизнедеятельности клещей. И помните, где бы вы ни находились, в городе или за пределами, будьте бдительны. Наталья Филимонова, Артем Небылицын, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Ярмарка вакансий прошла сегодня в Центре занятости населения. Предложение о трудоустройстве представили 10 предприятий и организаций. Об имеющихся свободных рабочих местах узнали наши корреспонденты. Следственному изолятору требуются сотрудники. Их поиск кадровик Ольга Брехова ввела сегодня на ярмарке вакансий в Центре занятости. На службу приглашают инспекторов дежурного охранного кинологического подразделений. На вольно-наемные должности работников группы коммунально-бытового обеспечения, медика, бухгалтера. Особые критерии к сотрудникам предъявляемые, это, конечно, и возрастной ценз до 35 лет. На кадры нужны мужчины больше. И обязательно служба в армии. Состояние здоровья должно быть хорошее. И, ну, соответственно, родственники несудимые. Отрасли, на которые очередную ярмарку вакансий ориентировали прежде всего. Торговля, общественное питание, промышленность. Повар, продавец, официант, слезарь, сварщик, электромонтер – востребованные профессии. Впрочем, устроиться можно было и подсобным рабочим. Любому безработному гражданину предлагается информация о ярмарке и информация о тех вакансиях, которые будут предоставляться работодателями. И любой гражданин, который увидел эту информацию или ему сообщили на приеме, может подойти сюда в определенное время, встретиться с работодателем и уже не ездить на предприятие, а организовать встречу, узнать все условия труда и уровень заработной платы на конкретном рабочем месте. На данный момент в Центре занятости зарегистрировано немногим более полутора тысяч безработных граждан. Уровень безработицы – 0,7%. По сравнению с цифрами на начало месяца он несколько сократился. Предоставить Центр может около трех тысяч вакансий. Две трети – по рабочим профессиям. Ярмарку вакансий в Нижнетагильском Центре занятости считают одной из наиболее эффективных форм взаимодействия с безработными гражданами. Ярмарки проходят каждую третью среду месяца с 9 до 12 часов. Алексей Алексеев, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Кинологические подразделения МВД России отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Официально с Днем кинолога полицейских собаководов поздравляют в 13-й раз. Но на страже порядка собаки появились гораздо раньше. И в дружбе, и в службе. Сюжет Сергея Трупанова. В России использовать собак на службе в полиции начали с 1906 года. И по сей день эти животные занимают достойное место в работе органов внутренних дел. Без них не обходятся операции по обезврежению как преступников, так и взрывных устройств. По одной из версий, первым получившим известность полицейским псом стал доберман Пинчер по кличке Трев. С его участием было раскрыто более 150 преступлений. В современной полиции на службе находятся собаки самых разных пород. Кто-то проявляет большие способности в поиске наркотических веществ, а кто-то в задержаниях. Щенок по кличке Цесна – бельгийская овчарка. Его инструктор и хозяин Екатерина Защук рассказывает, этот вид собак – самый приспособленный для рискных работ. Собачка очень покладистая. Особенности характера – это ее подвижность и спортивность. Именно поэтому я и выбрала такую собаку, именно эту породу. Потому что собака для службы должна быть выносливой, стойкой, с характером. И мой щенок полностью отвечает этому. Собака – она член семьи. Прежде всего, она член семьи, и к ней относятся как к члену семьи. Нет такого, нет никаких ревностей. Меня никто не осуждает, потому что я пошла до ночи гулять с собакой, так как ей нужно набегаться. Но проблем с ней нет. Будущий четверногий полицейский, по-видимому, полностью разделяет мнение хозяйки. По традиции, собака и человек всегда работают в одной команде. Так и здесь Екатерина и Цесна пришли на работу в полицию вместе. Сейчас они только готовятся стать в строй. Собаке еще нужно подрасти и научиться безошибочно определять преступников. А будущему кинологу освоить нюансы работы с собакой. Коллектив подразделения Нижнетагильской полиции с годовщиной поздравил начальник межмуниципального управления МВД России Нижнетагильская Ибрагим Абдулкадыров. Работать с собаками, с животными, это совершенно другое. И не каждому это дало. И не каждый может это заниматься. По-берегу надо любить, как своих детей, как своих друзей. Потому что действительно собаки, хорошие собаки, они настолько преданы, на них она больше не может положиться, чем на людей. Руководитель управления внутренних дел пожелал коллегам здоровья и благополучия и вручил почетные грамоты за образцовое исполнение служебных обязанностей. Сергей Трупанов, Любовь Шевченко, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Завтра в полдень в Нижнем Тагиле прозвучат сирены. 76 лет назад началась Великая Отечественная война. С тех пор 22 июня – День памяти и скорби. Горожанам разных поколений напомнят о трагической дате в отечественной истории, о героическом подвиге советских людей. Администрация города призывает тагильчан соблюдать спокойствие и почтить память павших минутой молчания. Выпуск продолжит новости спорта о самых интересных событиях. Вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тагил-Хлеб всегда заботится о вашем здоровье. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На футбол проданы все билеты. На Кубке Конфедерации по футболу свой второй матч проведет сегодня сборная России. В Москве наша команда сыграет с чемпионами Европы португальцами. В первом туре наша команда обыграла Новую Зеландию со счетом 2-0. Португалия сыграла в ничью с Мексикой 2-2. Нападающий российской сборной Максим Канунников, уроженец Нижнего Тагила, в стартовом поединке участие не принимал, оставшись в запасе. Между тем сообщается, что Канунников достиг договоренности о переходе из Казанского рубина в московский «Спартак». Такова была информационная картина дня. Следующие выпуски новостей смотрите в 23.00 и в 3 часа ночи, а также в 7 часов утра на Тагил ТВ 24. Кроме того, новости Тагил ТВ можно увидеть и на канале ТНТ в 7.30 утра. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51 или пишите на сайте tagildefistv.ru. За темы, которые лягут в основу репортажа, и дарим призы. Всего доброго. До свидания. Вода Сенегорская. Всегда рядом. Для вас киоски и служба доставки. Звоните 378-100. Сенегорская. Залог здоровья и успеха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова